Очередное заседание Совета депутатов Ленинского муниципального района было посвящено рассмотрению итогов исполнения районного бюджета за первые 9 месяцев текущего года и утверждения бюджета на 2015 год и до конца 2017 года, который ранее был подробно рассмотрен и обсужден на публичных слушаниях. Предварительная работа дала возможность принять проект бюджета без каких-либо разногласий. Первый докладчик, выступивший на заседании Совета, начальник отдела экономической политики и развития администрации Ленинского муниципального района Татьяна Хоменко рассказала о прогнозе социально-экономического развития района до 2017 года. Базой для разработки прогноза являются основные показатели социально-экономического развития района за прошедшие два года, а сам прогноз направлен на дальнейшее развитие района, повышение благосостояния и эффективности работы предприятий. В районе прогноз составлялся по 16 показателям. В промышленности у нас работают 19 крупных и средних предприятий. По оценке в 2014 году ожидается сохранение темпов роста на уровне 2013 года. Основные проблемы, которые тормозят развитие промышленных предприятий, это медленные темпы замены физически устаревшего технологического оборудования, высокая стоимость кредитных ресурсов, привлекаемых для технического перевооружения и рост цен на топливно-энергетические ресурсы. По оценке 2014 года объемный показатель составит 28,3 миллиарда рублей. В агропромышленном комплексе района сегодня насчитывается всего три предприятия. И в сравнении с предыдущими годами число работающих в агропроме снизилось более чем в шесть раз. Но есть и хорошие показатели. К примеру, демографическая ситуация улучшается. Наблюдается естественный прирост населения, и прогнозы в этом плане тоже хорошие. Основным докладчиком на заседании была Татьяна Макушкина, начальник финансового управления. Вначале она отчиталась по исполнению бюджета за прошедшие девять месяцев. Собственные доходы выполнены на 108,9%. Запланировано было 655 миллионов, поступило в бюджет 713,4 миллиона рублей. Собственные доходы у нас сложились из налоговых и неналоговых доходов. По налоговым доходам мы имеем незначительное невыполнение, а в планах 98,8%. Ожидали мы получить 442 миллиона, в бюджет района получили 437. Но главным вопросом было утверждение проекта бюджета на три последующих года. Татьяна Макушкина назвала лишь основные цифры, потому как сам проект глубоко обсуждался двумя часами ранее на публичных слушаниях. Предлагается утвердить общий объем доходов бюджета на 15-й год сумму 2,456 миллионов, общий объем расходов 2,456 миллионов. На 16-й и на 17-й год доходы и расходы тоже равны 2,432 миллиона и 2,514 миллионов рублей. Бюджет предлагается принять сбалансированным. Доходы бюджета полностью покрывают запланированные расходы. Бюджет составлен с учетом изменений действующего законодательства, выступающих в силу с 1 января 2015 года, в части перераспределения полномочий между субъектом Московской области и сельским поселением и муниципальным районом. Депутаты проголосовали за проект бюджета единогласно. И это подтвердило то, что ранее была проведена хорошая совместная работа.